История длиною в четыре года наконец завершена. О том, что в шестом микрорайоне будет дорога, местные жители уже и не мечтали. Но в 2017 ситуация сдвинулась с мертвой точки. Усилиями администрации Ленинского городского округа был определен инвестор, им стал застройщик территории и началось строительство полноценного выезда и въезда в микрорайон. В январе этого года торжественно открыли первую очередь строительства дороги. Все это время автомобилистам приходилось так или иначе попадать на улицу Донбасская. А на днях застройщик запустил и примыкание к федеральной трассе М4Дон. Теперь жители могут напрямую выезжать из микрорайона. По всем проектам для нашей компании, да, это социальная значимость, это имеет очень большой весомый статус. Тем более мы постоянно общаемся с жителями, с инициативными группами. Да, и на работу мы постоянно сюда ездим также и возвращаемся назад. И действительно проблема с дорожным движением, да, с пробками была колоссальная. Сроки сдачи примыкания немного затянулись, но связано это лишь с тем, что дорога соединяется с федеральной трассой и оформление документов заняло чуть больше времени, чем ожидал застройщик. На реализацию всего проекта инвестор потратил порядка 450 миллионов рублей. Чтобы лично убедиться в качестве выполнения завершающего этапа строительства дороги, место посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он отметил, что это не единственный проект, благодаря которому в ближайшие годы удастся разрешить транспортные проблемы Видного. Начаты работы Москвой по строительству развязки при перепечении Липецка, М4 и МКАДа. По оценке наших специалистов, это полтора-два года с запасом, да, очень надеемся, что это случится раньше. И тогда, собственно, выехавшие из зеленых аллей, которые открыты были недавно, да, из шестого микрорайона, из ПЛК, кто едет, они не будут утыкаться на МКАДе при въезде в Москву, а будут каким-то образом органично растекаться и ехать дальше. Таким образом транспортная ситуация в Видном не просто улучшится, а фактически будет полностью разрешена, и город, наконец, поедет. Юлия Погосян, Александр Логинов, Катерина Давлятова. Видно этого.